привет всем я сразу с полей в общем мы приехали отдавать футболки которые мы печатали для электромира вот давайте хоть покажем это хоть я же вам обещала что мы хоть немножечко покажем что мы сделали вот такие получаются у нас с нанесением сделаны пола и зелененькие вот здесь получается и на спине такой объем сейчас мы потащим отдавать заказчику пакеты тяжелые запыхалась чем все отдали все директор приедет его тут не было сейчас на данный момент что потом позвонит скажет как посмотрели развернули красивенько хорошо получилось так на теперь идем дальше сегодня еще есть идея такая сделать отбивные так что посмотрим я подумала о том что мясо наверное мы возьмем ленте там возможно будет скидка свинину и сделаем отбивные не знаю что готовить мы сейчас выбрались в центр города хотим пройтись прогуляться у нас там на центральной площади разобрали полностью фонтан ротонда его переделывают перри короче переиначивают каков должен быть проект в итоге ну нигде это информация нет и мы хотим пойти глянуть может быть знаете есть этот паспорт объекта и посмотреть как они будут переделывать этот фонтан на улице тепло 20 градусов примерно ну где-то так солнышко там где солнышко греет там тепло где солнышко не греет немножко так зябко переделывают что-то перестраивают ну в общем идем сейчас пешеходному переходу пандусы переделают видимо заставили монетку сделать пандусы вот видно чем идем на площадь одно время у нас загадкой было что же здесь строят здесь строят гастрофуд какую-то такую штуку я так понимаю здесь и кафе будет и в то же время можно будет покупать продукты но вот сейчас явно видно что стоят разделены зоны и стоят столики стулья вон дедушка лаваш сюда заехал будет открываться в общем такое новое у нас заведение будет открыто а мы идем на площадь вот собственно говоря уже видно что там все разобрали получается целый проспект он уходит туда к фонтану фонтан и аллея по моему спортивная аллея аллея славы называется дальше тут детскую площадку сделали ничего себе но вот это вот самый-самый центр города я вам показываю дом дружбы народов совершенно бесполезное здесь здание его еще называют у нас корабль ухты масштабненько в общем короче они тут не фонтан переделают они площадь переделают полностью переделывают может быть коммуникации прокладывают раньше все жители города тусовались здесь на этом фонтане шумно тут конечно плитку режет поэтому получается что никто сейчас здесь не играет не гуляют и вот дальше у нас здесь в парк победы и вот идет аллея туда к военкомату да круто масштабно тут все взорвали ребенок везде себе найдет занятия в общем ребят дети такие дети ребенок всегда себе найдет занятия у нас здесь нарисованы классики и и саша вон прыгает центральная площадь как всегда чумовая архитектура что тебя тренируйся посмотрите какие здесь красивые поставили клумбы с цветами очень красиво сейчас ветер но я стараюсь вам говорить чтобы меньше было шума смотрите какая яркая зелень какие бетунии здесь сочные красивые красота просто необыкновенная и хочу заметить здесь на заборе еще тоже вазоны я не встречала в городе чтобы подобные вазоны были на центральной на улице на заборе но смотрится это очень конечно красиво там у нас центр искусств я вот там кстати говоря училась а здесь у нас телевидение здесь я работала работала почти 15 лет совсем ну как сказать совсем уже с сашей мы сюда на площадь ходили построили у нас такой вот подземный переход мы с вами пройдемся по нему ну и смотрите какие красивые вазоны какая яркая просто яркая цветочная красота так выглядит наша центральная площадь конечно сейчас здесь практически нет никого когда саша была маленькая мы с ней здесь очень много проводили времени здесь гуляли мамы с детьми наши друзья наши знакомые здесь были батуты здесь были машинки но в принципе полностью оснащение как на любой наверное другой площади в других городах где можно было приходить с детьми и проводить время так что вот мы прям с утра и до вечера были здесь сейчас мы сходим с вами посмотрим как выглядит наш подземный переход и затем наверное пройдемся прогуляемся в самом парке который у нас перед домом правительства здесь дом правительства как бы самое главное здание в городе наверно саш ты как ребенок слышишь не поменялась а я че не ребенок по законам нашего государства уже нет похоже компенсации то на тебя нет а она только на детей до 16 так что говорят 16 и уже идите работать первом на работу не берут да у там режут плитку так сильно шумит саша не может оторваться от классиков и осталось три цифры чтобы пройти эту игру вот там у нас храм и вот с храма с площадки открывается открывается вид туда вот на город видно там реку но пока храм закрыт мы с вами посмотреть не сможем и территорию тоже закрыли мы с вами потом пройдем дальше подойдем к центру искусств вот как раз где говорю что я училась посмотрим у нас очень красивая центральная библиотека сегодня у нас получится такой небольшой экскурс снова по центральной части нашего города уважаемые уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашем городе растет это нас увидели наверное просим придерживаться режима самоизоляции выходите из дома при крайней необходимости у нас крайне как я испугалась когда вот это вот тут все заиграла уважаемые кондемантийцы уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашем городе растет убедительно просим придерживаться все мы пошли ну вот как тут говорить берегите себя и своих близких тык-тык-тык уважаемые кондемантийцы они нас выгоняют отсюда в общем идем в переход в нашем городе растет убедительно просим придерживаться режима самоизоляции так здесь было какое-то кафе что ли а на замчанка бестро точно переходик здесь помнится даже была картинная галерея как-то развешивали выставки и все удивлялись я честно говоря по моему второй раз всего лишь здесь прохожу на машине как-то больше двигаешься чем пешком а здесь машина не проезжает да да естественно все находится под видеонаблюдением белоусов а ну вот здесь сейчас афиши и здесь вот как раз была картинная галерея как-то ну и собственно говоря мы выходим свет в конце тоннеля да центр борода конечно тут чистенько как ни крути тут кофе с собой здесь охрана у нас даже сидеть вот тут вот охрана а да и получается выходим на другую сторону вот собственно говоря вот моя работка бывшая телерадиокомпания Югра много лет я здесь отработала тут у нас центральная почта ничего себе я в одиннадцатом году уволилась смотри как выросли березы обалдеть были такие маленькие а чешуеть а чешуеть классный вот здесь райончик тут еще вон деревяшка там люди живут вроде бы и тихонько здесь и самый-самый центр так ну мы сейчас по переходу идем вот телекомпания Югра идем в сторону центра искусств тут тоже красота везде красивые красивые клумбочки все зелено вот окружная библиотека а там у нас фонтан Фаберже вот тут у нас мастерские были сейчас здесь музыкальное отделение у них там кабинеты по музыке очень красивая архитектура вот здесь у нас был учебный корпус там общежитие мы жили а здесь гостиница для родителей и педагогов вот вот там дом губернатора нашего бывшего Александра Васильевича Филипенко но его здесь нет он больше здесь в хантах не живет а вот собственно говоря фонтан Фаберже когда его включают конечно здесь очень красиво прям от слова очень-очень но в этом году нет когда Игорь мне первый раз предложил дружбу руку и сердце вот на той парковке я ему отказала сказала нет смотрите бархатцы у меня чернобривцы ассоциируются всегда с осенью тут очень даже красиво оформлено тоже как альпийская горка различные цветы смотрится безумно красиво ну вот опять вы посмотрите это видео и скажете у вас город современный молодой красивый но это только лишь некоторые такие объекты мы хотим вам показать и другую сторону и другую сторону нашего города пойдемте дальше мы с Игорем хотим проехаться и по другим районам нашего города показать и познакомить вас подробнее но это мы уже сделаем наверное когда продадим машину мы стараемся и сейчас ее еще больше беречь сильно не эксплуатировать ну знаете мы люди конечно не суеверные но поменьше выбираться как выросли березы обалдеть сейчас покажу в каком в каком корпусе мы жили вот это все территория центра искусств вот это общежитие и вот вот эти два окна Илон тебе привет если ты смотришь мы жили там 310 комната у нас была здесь у нас был кабинет вот эти три окна у нас был студенческий как его сказать это комитет мы в студкомитете были и в общем это наш был кабинет тут столовая здесь у нас гостиница ой как этот сверкает купол здесь получается зимний переход ну и это уже учебный корпус плюс административный здесь кабинет директора и все остальные в общем вот такая вот красота дальше уже там достроили для УралГХ ну вышка была уже корпусы разрослись а так господи какие воспоминания какие уже большие березы вы не представляете и вот получается в 16 лет я приехала сюда учиться только-только открыли тогда центр искусств я с губернатором перерезала ленточку помню тоже губернатор директор и я где-то были эти фотографии но у меня их к сожалению не было я где-то вот видела и получается сколько 4 года художественное отделение отделение дизайна я вот проучилась а пришло уже больше 20 лет представляете 20 с лишним лет с 97 года получается стоит это здание только-только построили и вот запустили красота родной центр искусств родные пенаты сколько лет кошмар очень красиво у нас здесь в центре тоже есть своя площадь сейчас покажу раньше не было вот это все остеклено но просто были колонны туда можно было заходить такая знаете как бы ну как сказать навес не навес здесь у нас кабинет культуры был и психологии они стоят меня ждут вот смотрите раньше здесь был бассейн но подразумевался тоже фонтан потом его заложили и соответственно получился такой подиум ну подразумевалось что будут проходить какие-то концерты не концерты музыканты хореографы будут что-то здесь демонстрировать не знаю на моей памяти это конечно не использовалось но может быть потом уже при других поколениях как-то это использовалось а там дальше вход и вот это сейчас я не знаю но были раньше гримерные концертного зала это большой концертный зал вот а затем я переехала работать сюда и работала на втором этаже вот сейчас покажу вот это вот был мой кабинет здесь тоже высажены красиво газоны и капусточка какая-то декоративная бархатцы различные очень красиво я бы сказала безумная красота а знаете какой здесь запах вы не поверите Саша с Игорем спрятались от солнца такая гопота я наоборот сейчас иду солнышко светит и думаю как хорошо что лицо наверное загорит и мне приятно а они спрятались смотрят спрашивают какое мое окно здравствуйте уважаемые не дымите даже электронная сигарета там не понимают что вы курите смотрите какие здесь березы газончик ой смотрите верхушки поспиливали чтобы видимо эту сделать крону каждый раз каждый раз когда я шла сюда на работу я себя заставляла заставляла было тяжело конечно не скажу что я занимаюсь нелюбимым делом но когда тебе приходится работать за десятерых и на тебе откровенно говоря ездят и ездят бесплатно нет никакого желания идти на работу но я думаю многие меня поняли о чем я говорю что я имею ввиду ну и собственно говоря сейчас мы снова через переход и прогуляемся через парк у дома правительства да давно я не была вот если бы вы меня друзья не вытащили снять для влога вам материал я бы тут наверное еще бы дольше не была закатали тут новый асфальт пахнет сильно конечно битумом ну и все идем снова переход и переходим дорожку вы просили меня снять побольше видов города вы просили показать какие-то районы в общем то сейчас мы выехали так что я свое обещание и вашу просьбу выполнила теперь уж выполните и вы мою посмотрите это видео поделитесь с друзьями напишите обязательно комментарий пусть если вы жили раньше в Ханты-Мансийске или вы сейчас проживаете пишите обязательно может быть мы как-нибудь в ваш район съездим поснимаем у нас сегодня немножко так высвободилось времечко мы конечно могли сделать дома уборку но выехали именно поснимать потрудились я думаю немножечко подзагорелое хотелось бы потому что сидим дома конечно не до загара не до прогулок ну и вы сами слышите как загоняют людей ну а сейчас мы пойдем прогуляемся через парк мы здесь были ранним-ранним летом когда еще не было такого буйства красок и цвета посмотрите как оформлены вазоны насадили петунии разноцветные очень конечно здесь красиво величественно такая свежесть и заходишь и ловишь комаров на себе почему-то мы когда были в лесу вот помните когда белка шишку скинула комары там не кусали а здесь прям вот я зашла и уже налетели смотрите какая красота здесь березки стоят яркая очень насыщенная яркая зелень тут газон ромашки тоже стена как в восемнадцатом веке очень красиво ну конечно еще бы тут красиво то не было вон смотрите написано дом правительства на каждом на каждом фонаре камеры здравствуйте тоже смотрят нас наверное смотрите какие яркие там аж прям вообще вырви глаз красиво оформлено здесь почетная аллея коротко аккуратно подстрижены газоны не лысые подсеивают видно травку там альпийская горка смотрите какой цвет очень насыщенно да гуляю здесь и вспоминаю как я с коляской тут гуляла с Сашей маленькой очень конечно здесь так хорошо ветерок обдувает там вот тоже большой газон засадили смотрите как хорошо там свет падает очень красиво а какой запах когда проходишь мимо этих вазонов мимо этих питуней я вспоминаю как мы были в Николаеве у моей прабабушки и у нее во дворе так пахло питуньями подошла Вика каждый фонарь сняла да каждую клумбу вам показала дальше там дом дружбы народов сейчас переделывают полностью площадь видите какой она имеет вид ну просела и поменялись у нас в Ханты-Мансийске везде убрали лавочки чтобы люди не могли ну как это сказать то стихийно собираться поэтому везде вот таким образом убраны лавочки представляете самоизоляция площадь площадь революции здесь явно революция на этом фонтане раньше много собиралось жителей города когда когда можно было на улице еще пить пиво и пиво пили и дети гуляли играли концерты устраивали а здесь у нас парк Победы выгул животных запрещен правильно ой как так как так не отремонтировали и видите тоже закрыто поэтому и на храм не можем подняться потому что там тоже так перегорожено и охрана ругается гоняет это наш парк Победы да конечно тут деятельность стоят у нас столбы все мы под колпаком мы снимаем и нас снимают дальше идет туда дорога к военкомату и к ТЦ тоже здесь очень красиво везде клумбы совершенно бесполезное здание дом дружбы народов тут смотрите как все в пыли а здесь предусмотрены были пончики ну вот такое знаете чтобы когда отдыхают гуляют горожане можно было что-то перекусить попить чай ну и тому подобное так что вот такая сейчас площадь имеет такой вид иду и радую что солнышко на меня попадает ну хоть так может быть поймаю немного загара здесь тоже вон скульптуры вам видно зелень очень яркая и вот дальше эта дорога ну как этот проспект получается да пешеходный он ведет к аллее славы спортивной аллее славы и там следующий ну там не фонтан там монумент да да он не фонтан тоже памятный стоит такой детскую площадку тут сделали смотрите а ну это вот открывают здесь построили долго жители не знали что это какой-то гастро паб что-то непонятно там я так понимаю будут различные кафе и видимо это к нему такая площадка я поняла что собирают в одном месте различные кафешки ну типа фудкорт и вот такое вот открывают у нас местечко только я не знаю когда нас откроют после самоизоляции чтобы оно могло уже во всю функционировать и начинать себе хоть как-то окупать и приносить прибыль в наше время бизнесы которые связаны с ресторанами кафе и прочим очень претерпели сильные потери поэтому сейчас это очень рискованное дело это наш старый торговый центр его переделали он был обычной такой знаете советской постройки дом быта ну получается пешеходный бульвар здесь машины не ездят не открывают тоже торговый центр смотрите как реклама портит вид да? на ляпистое ну в общем то мы прогулялись с вами я постаралась показать вам побольше красивости и интересности рассказать надеюсь вам это видео понравилось вы остались довольны может быть кто-то узнал родные места может кто-то уехал скучает по хантамансийску вот вам такой привет ну и буду наверное на этом заканчивать мы сейчас поедем в ленту возьмем кусочек карбонада сделаю сегодня отбивные но это уже будет следующий влог следующее видео потому что я понимаю что это видео наверное скорее всего скорее всего затянется напишите как вам понравилось не понравилось подняло вам настроение или не подняло ну а мы в машинку и в ленту